Приветствую всех! Рада вас видеть снова на своем канале. Сегодня, прежде чем мы начнем делать расклад, хочу напомнить, что в разделе «Сообщество» ссылка есть под этим роликом, вышел анонс на выходные, на Блиц-консультации. Тема будет в этот раз в потоке. Кому интересно, переходите по ссылочке «Сообщество» под этим роликом и читайте анонс, приходите. Буду ждать. А мы сегодня с вами посмотрим тему, которую я назвала «Кому и какой долг вы выплачиваете?». Хочу сделать короткий, но не знаю, как получится. Вообще, если честно, изначально хотела почему-то сделать на одну позицию, потому что мне кажется, что как будто бы много информации не будет. И можно было бы в одной позиции просто посмотреть несколько вариантов. Но потом решила, думаю, ну, наверное, вам удобно по вариантам. Если честно, я все чаще склоняюсь к тому, чтобы делать расклады на один вариант, чтобы было такой какой-то более углубленный. Ну, желание людей рассматривать по вариантам, вот, и больше таких запросов делают мой выбор в сторону того, что желает большинство. Итак, позиции вы видите. Тайм-коды есть в списании. Также вот здесь вот внизу вы видите белую ленду, которая заполняется. Если вы наведете на нее курсор, то увидите разделение по позициям, да, главы. Можете нажать и сразу перейти на необходимую вам позицию. Вот. А мы с вами сразу приступим. Итак, позиция номер один. Найду цифру один. Вот она. Цифра один. Не знаю, здесь вам видно, нет. Так, первая позиция. Смотрим. Сначала какой долг, а потом я посмотрю, кому вы задолжали. Сначала что задолжали? И есть ли что-то такое? Аркан шута. Аркан шута. Вы знаете, на данный момент, поскольку шут всегда идет изображение, отображение обновления, да, некого, то я бы сказала, что либо на данном этапе пока вы ничего никому не должны, то есть это, опять же таки, это не значит, что вы отработали все свои долги, а, забыла уточнить, что долги в данном случае в контексте уроков. Думаю, вы это поняли, да, то есть это не финансовые долги, а это долги в качестве действия, поступков по отношению к другому человеку. Вот, здесь такое ощущение, что не то, что вы выплатили свои долги, а вот на данном этапе, да, здесь пока никому ничего вы отдавать не должны. Но это не значит, что у вас прям все списался, да, со счетов все ваши долги. Это просто означает, что на данном этапе, пока у вас нету такой задачи, то есть пока нету такого человека, с которым вы могли бы развязать ситуацию и свой долг. То есть, возможно, через какой-то период появится человек, да, либо появится какая-то ситуация. Но вот в моменте здесь и сейчас вам никому ничего отдавать в плане отработки, да, не нужно. Это может быть один момент. Второй момент по Аркану Шута здесь может быть, что на данном этапе вы как-то больше углубили, скорее всего, в познание себя, и поэтому взаимоотношения, возможно, с другими людьми для вас на данном этапе не столь актуальны, и поэтому новых людей, возможно, в вашей жизни нету, и как следствие со старыми там уже вот, ну, приблизительно уже все понятно, все, что можно было как-то отработать, как-то изменить. Опять-таки, в разрезе момента здесь и сейчас вы уже это сделали, вот, и больше как будто бы вот погружаетесь в себя. И третий вариант может быть как раз-таки момент, знаете, когда человек в кавычках прикидывается таким дурачком, что «а я никому ничего не должен», да, «мне никто ничего не должен, и я никому не должен». И поскольку есть убежденность вот в такой позиции, да, то на данном этапе отображается в реальном мире то, во что мы верим. Поэтому сейчас либо, в общем, отработки никакой на данном этапе нету, неважно под каким соусом, то ли вы не верите в это, то ли вам не нужно, то ли уже отработали, неважно. Важно то, что на данном этапе вы, условно говоря, пока никому ничего не должны. Пока это означает, что, поскольку мы все несколько раз воплощались, да, ни одну жизнь, ясное дело, что с разными людьми разделали, наработали, да, разные уроки, которые так или иначе нам придется проходить. И вот это и означает отдавать долги, но вот на данном этапе по каким-то причинам вам ничего отдавать не нужно. Башня, да, потому что сейчас, смотри, смотрите, великие арканы, да, выпадают. Почему? Потому что сейчас вот как будто бы идет такой, какие-то внутренние процессы у вас идут, процессы очищения, процессы высвобождения, поскольку вот в данном случае, да, наработки, отработки кармических каких-то уроков, они как будто бы идут вот послойные. И такое ощущение, что вот самые верхние слои, они уже очистились, да, и, конечно же, чем больше мы будем копать вглубь, тем больше мы найдем, что нам нужно отрабатывать и с кем нам нужно будет это отрабатывать. Но пока здесь, возможно, произошло какое-то очищение на уровне ментала. То есть идет какое-то высвобождение, высвобождение своих убеждений, высвобождение каких-то своих программ. То есть, опять же, таки арканшута, да, не обнуление, обнуление это не совсем, скорее, правильное слово, а переход из одного состояния в другое. То есть здесь сейчас происходят какие-то такие процессы на уровне ментала. То ли вы что-то пересматриваете, то ли какие-то ситуации происходят в вашей жизни, когда идет, опять-таки, очищение. Вы очищаете свое ментальное поле либо от людей, либо от каких-то мыслей, от каких-то программ. И поэтому здесь процессы, они идут внутренне. То есть вы больше аутентичны на данном этапе, нежели были бы более экстравертны. Поэтому, ну, то есть сейчас не время, вот если простыми словами говорить, да, сейчас не время взаимодействовать с людьми и что-то там им отдавать, что-то им делать. А если в общем, да, в общем, не в момент, здесь и сейчас, а в общем, есть ли какие-то долги у вас? Семерка жезлов. Долги есть, долги есть, но вы как будто бы закрываетесь, да, сейчас. Вот тоже семерка жезлов, да, она в этой колоде показывает женщину в позе эмбриона, как будто бы она находится в безопасности живота своей матери, да. Здесь вот голова, тело, руки и ноги, да. То есть необходимость, необходимость закрыться. То есть однозначно что-то есть, но опять же такое ощущение, что с теми людьми, с которыми вы знакомы сейчас, так или иначе что-то, либо большую часть вы отработали. Это не говорит о том, что вам нечего с ними дальше отрабатывать, это говорит о том, что, возможно, это не столь значительно на данном этапе. То есть всему свое время. Вот здесь вот эта вот мысль проходит, что всему свое время. На данном этапе вам нужно заняться чем-то другим. Давайте я посмотрю, чем именно вам нужно заняться. Семерка кубков, да, здесь вот вы, поэтому и погружаетесь внутрь себя, потому что вам нужно сделать какой-то выбор, определиться. Определиться в чем? Определиться здесь, скорее всего, поработать не со своими страхами, а здесь есть что-то, что сдерживает вас и не дает вам взаимодействовать с другими людьми. Может быть, это страх, может быть, это тревога, может быть, это ощущение опасности. Здесь могут быть разные моменты. Но вот девятка жеслов, да, она говорит о том, что человек на данном этапе закрыт, он не готов действовать дальше, не готов идти в развитие, потому что есть что-то, в чем он должен для себя определиться, что-то выбрать. Возможно, выбрать свой дальнейший путь. Возможно, вот здесь все про это говорит, что сейчас не время ничего делать, именно вот в контексте проработок сейчас, даже не внутри и не снаружи. Сейчас вам очень важно определиться в своем пути, куда я пойду, что я хочу, как я это буду достигать. И вот только тогда, когда вы начнете действовать, тогда, возможно, появятся люди, и при взаимодействии с этими людьми, возможно, вы столкнетесь с тем, чем нужно проработать. Но первично вам нужно понять, сейчас вы находитесь в, скажем так, в неком таком гомеостазе, да, в позиции спокойствия, опять же, это не внутренняя проработка, а это скорее определение, выбор, что я хочу, да, то есть человек здесь старается понять себя. И поэтому внешне он вот отпугивает людей, не подходите ко мне, то есть я не готов с вами взаимодействовать, я вот пока хочу побыть сам собой, и мне важно понять, определиться. Исходя из этого, второй вопрос, кому и что вы выплачиваете, наверное, будет не совсем уместно, но давайте посмотрим. Если человек, которому вот в ближайшее время, когда вы выйдете, да, из своей, вот своей позиции, да, определенности, выбора, если человек, с которым, вот первый человек, с которым вы столкнетесь, вам нужно будет что-то с ним проработать, что-то ему отдать. Есть ли такой человек? Конечно, есть эрофант. Этот человек будет для вас учителем, этот человек будет для вас наставником, человек знающий, это не будет глупый человек, но это будет человек с очень сложным, тяжелым характером. Внешне он будет казаться общительный, коммуникабельный, может даже вызывать чувство доверия. Но вот как будто бы с этим человеком вы будете как раз-таки прорабатывать то, во что вы верите. Вот то, что вы здесь вот для себя определитесь, в какой сфере вам нужно развиваться, куда вам нужно идти, вот это вот определение, оно будет напрямую связано с тем, во что вы верите, согласно тому выбору, который вы сделаете. И вот как будто бы как проверка, так ли это или нет в контексте веры, то ли вы верите, правильно ли вы для себя понимаете правду, у вас появится человек, который вам это будет отображать, то есть ваше зеркало. Для этого он должен быть человек знаний, человек ведущий. Не обязательно, это мудрый, не мудрый, но это человек, у которого есть знания для прохождения вам вашего пути и отработки кармы. Человек будет сложный, еще раз скажу по характеру, поэтому при столкновении с людьми, которые состоявшиеся уже, которые, возможно, не всегда готовы идти на уступки, приходится как-то с ними взаимодействовать. И вот при таком сложном взаимодействии, конечно же, появляются те уроки, которые мы должны пройти, то, что мы должны отработать с этими людьми, что мы должны будем отработать здесь. Ну, двойка кубков, вот, готовьтесь, да, у кого нету отношений, будет человек для отношений, у кого есть отношения, любовь. Да, здесь вы как будто бы должны... Здесь многократный такой урок, но суть заключается в единстве и гармонии. То есть разделение человеку дано, да, вот то, что мы разделяем на себя и других людей, либо противопоставляем, любое разделение нашего ума дано для того, чтобы мы поняли смысл единства. То есть что такое единство? Как мы поймем, что мы все едины? Только через понятие разделения, когда мы разделяем себя на других, да, так мы можем понять, к чему нам стремиться, что значит единство. Вот здесь вот нечто аналогичное проходит по двойке кубков. Это единство может. Единство внутри вас, да, в контексте какой-то веры для себя, понимания, то есть это может быть как какое-нибудь там философское, да, развитие, либо понимание мировоззрения и конструкция нашего, нашей жизни и то, как устроен мир. Да, то есть человек в контексте развития и понимания мироустройства должен прийти к единению, именно единению с самим собой, да. Многие это называют соединение высшего и низшего я, неважно. То есть человек, который приходит внутри себя, к гармонии, выбирает эту гармонию и баланс как образ жизни. Для кого-то будет такой урок. Для кого-то здесь может быть вместо второго партнера, как вот эта двойственность внутри нас, да, это может быть внешний человек, ну, то есть другой, другой какой-то партнер. Этим партнером может быть кто угодно. Это может быть наставник, учитель, это может быть любимый человек, это может быть друг, это может быть партнер по бизнесу. Это может быть просто очень важный и близкий нам по духу и по состоянию души человек. Но поскольку это все-таки двойка кубков, да, и здесь мы видим двух людей, находящихся вот в одной коробке, я склоняюсь, что это больше будет иметь отношение к любовной сфере. То есть человек, который вам попадется, в третий раз говорю, что он будет, опять-таки, что значит сложный характер. Человек, который четко понимает и знает, что он хочет. Когда человек знает, что он хочет, он вряд ли, опять же, если у него нету каких-то своих, в кавычках, выгод, да, идет на уступки. Он обычно говорит, вот мне так нравится, давай мы будем либо договариваться в партнерстве, как нам взаимодействовать, либо наши пути расходятся. То есть этот человек не будет играть, этот человек не будет надевать в себя какие-то маски, да, этот человек открытый, как правило, открытость, прямолинейность, она не всегда приятна. У Иерофанта есть своя правда, своя истина, которой он придерживается. И вы, как человек, да, как противоположный, ну, второй партнер, либо принимаете такого человека, либо нет. Ну, то есть другого не дано. Здесь нельзя как-то этого человека поменять, и себя вам не нужно будет менять. То есть вы либо договариваетесь с этим человеком, принимаете его таким, как он есть, либо не принимаете, ваши пути расходятся. Вот в этом я имею в виду сложный характер человека, потому что Иерофант в минусе, он проходит, как, знаете, деспотичный. Только я один знаю, какая правда, и я сейчас этой правде тебе научу. Но это вот все равно какая-то, если вы встречаете такого человека, значит, что-то в прошлой жизни, да, либо в этой жизни вам нужно пройти этот урок категоричности, может быть, деспотичности в некоторой степени, да, то есть вот какие-то такие, и разделение. То есть, возможно, кто-то должен прийти к понятию единства, если он это выберет. Все зависит от того, что вот вы здесь в семерке кубков будете выбирать. И поэтому вам дается такой партнер. Но при этом вот эта вот двойка кубков, да, она очень такая интересная в отрисовке. Мы видим двух людей, которые находятся в коробке. В коробке есть дыры, и идет утечка воды, да, то есть вода – это наше эмоциональное состояние. Глаза, по сути, завязаны, да, то есть на голове есть вот эти вот простыни. Почему я говорю простыни? Потому что картина с таким смыслом, ну, неважно, сейчас не об этом. Суть в чем заключается? Чисто символически, да, то есть мы не видим друг друга, мы не видим такими, какими мы являемся на самом деле. Но поскольку в коробке есть вода, да, то есть нас связывают эмоции. И когда вот эта вот влюбленность проходит, когда эти эмоции проходят, они пройдут. Почему? Потому что в коробке есть дырки, и вода так или иначе, она уйдет, да, то есть эмоции пройдут. И тогда мы вынуждены будем увидеть человека таким, какой он есть на самом деле. То есть здесь вам нужно будет пройти этот урок иллюзорности, когда вы выбираете здравым рассудком, не только опираясь на эмоции, опираясь на чувства, да, но не на эмоции, не на вот этот восторг, бабочки и так далее, да. То есть здесь нужно научиться видеть людей, не представлять, не придумывать, не фантазировать, а видеть человека, узнавать его таким, какой он есть. А этот человек будет очень интересный, этот человек с очень богатым внутренним миром. Этот человек будет непростой. Когда вы познакомитесь, внешне он будет вам казаться таким, знаете, может быть, немножко глупцом, да, таким легкомысленным, что ли. Но вот это, скорее всего, вот это шир моего, для того, чтобы он узнал вас, да, то есть я не буду тебе показывать настоящее свое лицо пока, а я хочу тебя прощупать, понять, кто ты, что ты мне подходишь или нет, только тогда я презентую, вот, раскрою тебе свою суть, кем я являюсь на самом деле. Опять же таки, не привязываемся к личной жизни, а вообще к уроку, потому что нам это важно, да, я задала вопрос, какой это человек, что вы будете, вы будете отрабатывать с ним именно единство, понятие единства, понятие иллюзорности и реальности, и для кого-то это настоящая любовь. То есть здесь человек должен познать, что такое любовь. Любовь не к какому-то конкретному человеку, а в общем понимание именно наполненности состояния, да, вот это вот, это чувство любви. Вот, потому что, если сейчас это время пришло, то могу предположить, что предшествовало этому, но не буду сейчас об этом говорить, это не столь важно, потому что это, в принципе, этапы развития человека, и они у многих людей как сценарий схожи, вот. Но в любом случае, да, с этим человеком вы будете отрабатывать единство, отрабатывать чувство любви, умение договариваться, умение видеть человека таким, какой он есть на самом деле. Откан смерти. Здесь будет идти у вас перерождение в вашем сознании, вы будете заново возрождаться. То есть вот через этого человека, да, вы как будто бы познаете жизнь по-новому, однозначно он вас обогатит, да. Опять же, если это человек, хотя я сомневаюсь, что эрафант может быть глупым, как архетип, да, но в любом случае, предположим, что это человек по уровню сознания вам ровнее, либо может быть чуть ниже. Опять же, я сомневаюсь, но в любом случае, благодаря этому человеку, об него, то есть как об зеркало, вы измените свое восприятие мира. Вы здесь переродитесь. Возможно, вы по-новому будете оценивать людей. Возможно, вы будете рассматривать какие-то качества в людях, на которые ранее вы не обращали внимания. Но здесь ваше сознание изменится однозначно. Вы это поймете. Когда вы встретитесь с этим человеком, вы поймете, что вы начинаете говорить по-другому, вы начинаете мыслить по-другому. Не потому что перенимаете повадки этого человека, а потому что взаимодействие с этим человеком заставляет вас осветить те сферы жизни, либо те области, в которых ранее вы, возможно, не обращали внимания. То есть это расширение ваших горизонтов однозначно будет. Допустим, если ранее вам неинтересна была астрономия, физика, квантовая физика, к примеру, то в беседах, разговорах с этим человеком, потому что здесь будет очень много бесед, очень много разговоров, вы откроете для себя и, допустим, вот эту область. И вам станет интересно. Я не говорю, что вы прям будете изучать, но откройте для себя очень много интересных моментов. тех знаний, либо тех дисциплин, о которых вы слышали, но вы ранее не погружались в это. То есть здесь беседы будут очень интересные. То есть это не всегда про философию и про глубину, хотя у Иерофанта это глубина, но в любом случае это будет то, что вас будет захватывать. Возможно, это просто будут какие-то истории, истории жизни человека, и вы будете удивляться, что когда-то, в какой-то момент, вы считали, что ваша жизнь трудная, сложная, но из-за рассказа этого человека, не знаю, может быть, он свои будет истории рассказывать, может быть, истории известны ему, вы поймете, что, оказывается, жизнь вам благоволила. Бывает и намного сложнее истории. То есть вот вы как будто бы по-другому посмотрите на жизнь. Вот такая была первая позиция. Так, прямо интересно. В последнее время почему-то единичком все так и хочется сказать. Ждет вас любовь. Не знаю, почему, для кого это актуально. Но последние расклады все время указывают на это. Может быть, какой-то урок такой будете проходить. Вот. Вторая позиция. Красный камешек. Где там двоечка? Вот она двоечка. Двоечки. Смотрим. Вас и ваши долги. То, что говорила в первой позиции. Долги не финансовые, а долги уроков кармические. Это я буду рассматривать. Какой долг вы выплачиваете сейчас? Какой долг вы выплачиваете сейчас? Туз пендакли. Колесо фортуны. Здесь долги могут быть вот здесь. В прямом смысле могут быть финансовые долги. либо долги, связанные с ценностью. То есть вы здесь проходите какой-то сценарий. Либо выходите из сценария. Либо проходите какой-то сценарий, который, с одной стороны, имеет отношение к финансам напрямую. А с другой стороны, колесо фортуны тоже у нас про деньги говорит. А с другой стороны, здесь может быть именно понимание ценности. Ценность и стоимость. Цена и стоимость. Вот здесь вот эти два урока вы сейчас проходите. Ценность себя и, как следствие, возможно, заявка о своих услугах и повышение цены и стоимости своих услугах. Либо вы обращаете внимание вообще на то, как люди, может быть, о себе говорят. Как продают себя. То есть вот здесь что-то связано с продажами, с деньгами и ценностью себя, пониманием себя. То есть какие-то такие уроки вы проходите здесь. Еще какой долг вы выплачиваете. Исцеление, да. Вот вы как будто бы действительно надаете здесь какие-то долги. Какие-то долги отдаёте. Какие конкретно здесь исцеления. Долги, которые как-то... Долги вашей души однозначно, которые направлены на то, чтобы принести вам какое-то успокоение, исцеление. То есть здесь конкретно нам и не показывают, вот прям определить, что это. Но это имеет отношение к вашему душевному состоянию. То есть вот задача найти какое-то внутреннее успокоение. Знаете, вот как будто бы груз с плеч. Камень с груди упал. Вот эта вот тяжесть. Вот вы поймете, если вы отдали долг, сейчас мы посмотрим, кому и что, какому человеку, что вы отдаёте, вы почувствуете это как некое облегчение, как некое такое, знаете, вот душа успокоилась, наконец-таки. То есть вот как будто бы вот этот гештат закрылся. Сценарий завершён, да? То есть вы вышли из этого сценария, вы это почувствуете. Но здесь вот однозначно, как с деньгами, так и с ценностью себя, да? И по тузу педакли здесь ещё может быть что-то, что имеет отношение как-то к творчеству либо улучшению качества вашей жизни. Но опять же-таки это потенциал. Это то, что может быть. Может быть, это не значит, что так будет. Какому человеку, да? Что здесь за человек? Ну, это какой-то вот любимый человек, либо человек, который вызывает у вас какие-то эмоции. Опять же-таки, это эмоции не обязательно. Ну, а что за эмоции? Ладно, давайте посмотрим. Пятёрка педакли. Двояки. С одной стороны, это может быть, да, действительно человек, которого вы любите, а с другой стороны, ну, то есть и одновременно, параллельно у вас могут, как мы говорим, да, любовь и ненависть. А с другой стороны, это эмоции порядка, знаете, когда человек вот вас как-то обесценивает, либо вы вкладываетесь в человека намного больше, чем получаете что-то взамен. Пятёрка педаклей, это карта лишений, это карта разрушений именно в материи. Возможно, разрушение иллюзий в понятии, что является ценным, а что нет, что является важным, актуальным, а что нет. то есть здесь какой-то человек, который вас цепляет эмоционально однозначно, да, то есть с одной стороны, вы можете действительно любить этого человека, вы можете, нуждаться, либо он вас нуждается. А с другой стороны, здесь какие-то болезненные чувства проходят, да, то есть, опять же, у меня почему-то идёт такое ощущение, знаете, бракоразводный какой-то процесс, то есть с одной стороны, я когда-то любила этого человека, а сейчас мы как будто выделим имущество, либо наоборот, есть, то есть, утрата того, что мы наживали совместно, да, то есть, например, когда женщина остаётся только с ребёнком, вот, а муж забирает абсолютно всё, и вот это вот ощущение несправедливости, да, что вместе наживали, а осталось, как говорится, с голой пятой точкой. Вот, и как, и как реагировать, то есть, вот здесь буря, гамма каких-то очень глубоких переживаний, то есть, если вы узнали человека, с которым, опять же, это может быть не только ваш муж, это пример я привела, это может быть какой-то ваш родственник, на начальника я не думаю, но это вот просто какой-то человек, может быть, знакомый, друг, приятель, начальника я не думаю, здесь человек, который, может быть, человек, которому вы доверяли, может быть, человек, которому испытывали очень глубокие чувства, это, опять же, может быть, не только любовь, я говорю, это может быть и какая-то вот нужда, но однозначно, здесь достаточно болезненные какие-то эмоции, и опять же, если мы говорим, а если вспомнить ваше взаимодействие с этим человеком, потому что здесь ощущение, что это вот как будто бы как-то вот в прошлом, но это вот какое-то недавнее прошлое, вот прям вот недавнее, вы еще не отошли, да, здесь еще шлиф этих переживаний, этих потрясений, он еще есть, вот если вас спросить, что вы вспоминаете от взаимодействия с этим человеком, да, то вы, возможно, начнете с негатива, но если спросить, а было ли что-то хорошее, то вы вспомните как-то вот раннее взаимодействие, оно было прекрасным, есть что вспомнить и хорошего, и плохого, просто вот это вот плохое, оно как будто бы ближе к концу идет, и оно перекрывает то хорошее, которое было когда-то, в начале вашего взаимодействия. Здесь может быть еще, знаете, дети-родители отношения, такое, да, когда вот, я не знаю, какой-то долг отдаешь именно родителям, как будто вот ребенок должен, должен, и это вызывает, и, ну, вот опять-таки, знаете, вот я говорю, меня накатывает вот эти вот чувства, с одной стороны, обида, злость, почему я никому не должен, с другой стороны, жалость, что, блин, ну, такой человек жалко, если не я, то кто, опять же-таки, это может быть, допустим, родитель, за которым вы ухаживаете, вы вынуждены, и вот это вот, с одной стороны, выкачивает у вас очень много энергии, сил, с другой стороны, вот это выражение, если не я, то кто, в общем, здесь куча, какой-то спектр таких эмоций, переживаний, и это люди могут быть разные, да, то есть, я не могу обозначить конкретно, кто этот человек для вас, но вы его узнаете по чувствам, с одной стороны, туз кубков, эмоции, как таковые, очень глубокие эмоции, это может быть действительно любовь, но, с другой стороны, есть пятерка монет, да, есть вот, недостаток, дефицит, болезненный какой-то, такой урок разрушения, причем разрушает то, что для вас является ценностью, вот вас лишают этого, вас забирают, то ли у вас забирают, например, любовь, то ли у вас забирают то, что для вас дорого, то, что вы держите вот в своей груди и в памяти, здесь вот прям очень болезненный какой-то урок, вот с таким человеком, да, вы отдаете ему свой долг, завершаете, именно поэтому у нас выпадает верховная жрица, да, баланс, то есть по окончанию этого долга, этого урока здесь идет какая-то, знаете, вот душевная пустота и успокоение и очень долгий процесс варкану умеренности, долгий процесс восстановления состояния вашей души, то есть здесь как будто бы, знаете, вот что-то высасывает, у меня такое ощущение, что вот кто-то сосет сейчас из моей груди, ну в данном случае из области сердца, вот как будто, вы знаете, вот душ высасывает, вот такой холодок, неприятный, и потом после этого остается пустота, опустошенность, и вот эта вот опустошенность это и есть пятерка педаклей, и здесь очень сложно сказать, действительно ли забирают у вас что-то ценное, либо по факту получается так, что у вас забрали то, что вам и не нужно, а вы были к этому привязаны, то есть как-то вы знаете, вы считаете, что вас чего-то лишили, а по факту это идет излечение, то есть вам оно и не нужно было, вы привязались не к тому, в этом не было какой-то ценности, то есть здесь вот какие-то такие моменты тоже может быть, то есть вы поймете через время, многие могут здесь понять, что, а почему я страдала, да, то есть здесь какие-то страдания, здесь душевная боль, поймете почему, потому что оно как будто бы того и не стоило, но вот в тот момент, когда вы проживаете эту боль, эта душевная боль, вы ее сможете прожить только по верховной жрице, с верой, верой, либо не знаю, во что-то лучшее, в свет, каждый верит во что-то свое, то есть, то есть если у вас нету веры, вам сложно будет пройти этот урок, здесь обязательно необходима вера, вера в что-то такое святое, в светлое, в божественное, не знаю, кто во что верит, но вот здесь только это то, за что можно держаться, вот эта вот рука помощи этого света. Хорошо, чем это закончится, мне просто интересно сейчас это посмотреть, рыцарь Педакли, у меня такое ощущение, что это какой-то долгий период, долгий, аркан умеренности тоже это говорит, тоже об этом говорит, долгий, это не месяц, это вот возможно больше по времени, чем это закончится, закончится все хорошо, четверка жезла, закончится все это праздником. Здесь, понимаете, здесь вопрос не в том, когда это закончится, а здесь вопрос, что вы получите по факту, то есть, какой, насколько этот опыт вас обогатит, и вот рыцарь монет здесь говорит о том, что это действительно вас обогатит, то есть, здесь здесь что-то вы поймете для себя, как-то, знаете, сделаете какой-то вывод, этот опыт, вот вы на него как-то равняться, что ли будете, он вам поможет в будущем, он вам поможет в будущем, какая-то вот как основа, что ли, для вас будет, как главная идея, как главная мысль, что, а этот опыт, он будет помогать вам в дальнейшем принимать правильные, верные решения, не бояться, знаете, отрезать, то есть, он даст вам какое-то мужество и храбрость, то есть, вам проще будет принимать болезненные какие-то решения, вот, что-то отрезать, двигаться дальше, двигаться дальше, да, он приведет вас к стабильности, именно вот, к пониманию своих собственных границ, именно, к пониманию своей собственной ценности, значимости, такое ощущение, что вот после этого опыта вы научитесь опираться на себя, то есть, вы найдете какой-то свой внутренний стержень, выстроите какую-то свою систему ценности, на которой вы будете опираться в любые сложные моменты, то есть, вы будете находить опору в себе, не вовне будете ждать, когда и кто, как мне поможет, нет, а вы будете находить в себе вот это вот мужество, да, я говорю, вот эту веру, которая будет помогать вам двигаться дальше, вот какую-то ценность вы в себе найдете, и вы будете ей очень верны, вы будете преданы по королеве монет, вот этой, вот этому выводу, который вы сделали, то есть, это опыт, который, помимо того, что оставит на вашей душе какую-то, какую-то печать, да, вот какой-то след очень, очень глубокий, он еще поможет вам, ну, то есть, дальше как-то вашу жизнь упростит, вам проще будет жить, потому что вы переживете вот этот какой-то опыт, отдадите вы долг, да, дадите вы четверки жезлов, здесь говорится, да, отдадите, отдадите, вы выйдете победителем, будете радоваться, что справились, что смогли, вам это будет приятно, это вас будет наполнять, но это как будто бы не скоро, вот как-то так, так мне идет, вот, это была вторая позиция, верховная жрица, думаю, чем бы вам перекрыть, так, вторая позиция, и мы переходим к позиции номер три, три, зелененькому камешку, троечки, смотрим, какой долг вы сейчас выплачиваете, тройка монет, какой долг, тройка монет, здесь как будто бы долг вы кому-то задолжали, каким-то людям, и вот вместе сообща, что-то здесь строите, здесь ощущение того, что вот этим людям, но здесь не то, чтобы прям вот долг напрямую, а здесь как будто бы какое-то обещание, данное когда-то, либо в этом воплощении, либо в прошлом, не знаю, вот что-то вместе построить, как-то сообща, либо кого-то поддержать, либо кого-то вдохновить, кого-то направить, но здесь вот прям вот мы видим, да, три человека, здесь прям конкретные люди, это не в общем, то есть это не в контексте там профессии, наставничества, нет, нет, здесь скорее всего либо дружба, либо какое-то вот партнерство по профессиональной сфере идет, какой долг, Мак, да, вы как будто бы должны помочь этим людям и себе в том числе решить какую-то задачу, поэтому вот я говорю, здесь я склоняюсь больше как-то к профессиональной сфере в контексте партнерства, то ли вы и еще два человека, не знаю, может быть какую-нибудь компанию создаете, может быть вы и какие-то посредники, здесь такое чувство, знаете, вот как собрались друзья и решили что-то вместе сделать, может быть когда-то, в прошлом, в детстве может быть, да, какая-то была у вас там, я не знаю, с друзьями общая мечта, вот вырастим, сделаем что-то такое сообща, и вот это вырастим наступило, и сейчас пришло время вот отдать этот долг, то есть то, что вы когда-то говорили, то есть это может быть, знаете, даже элементарно, если когда-то кому-то обещали куда-то поехать, вот прям какое-то путешествие, какая-то поездка, и пришло время вот отдать этот долг, вы кому-то что-то здесь пообещали, либо помогу как-то разрулить какую-то сложную ситуацию, то есть сейчас вот опять-таки в контексте профессии, не знаю, может быть придет к вам, придут к вам клиенты, да, два клиента, ну это одно какое-то дело, и вы должны будете помочь, да, если допустим вы адвокат, ну условно говоря, потому что когда-то вот что-то обещали, вот здесь что-то такое, что вы обещали, да, пажма, нет, помочь, помочь какому-то нуждающемуся, то есть вот, не знаю, как-то зареклись что ли, либо вам помогли, и вы сказали, я у тебя в долгу, вот когда тебе надо будет, я, либо когда вам надо будет, я, обращайтесь, да, я помогу, вот здесь какой-то такой долг, вы выплачиваетесь, сейчас, да, по королю Пендакли, здесь что-то связано с зоной комфорта, десятка мечей, может быть, знаете, вот действительно кому-то надо что-ли поддержать, либо кому-то обещали, что вот будем дружить до гроба, и теперь вот как-то должны поддержать, причем поддержать, вот как словом, так и помогу решением, то есть что-то должны сделать в действии по отношению к этим людям, вот какой-то такой долг вы сейчас выплачиваете, а касательно чего это может покажут, может покажут четверка кубков, ну здесь как будто бы, знаете, люди, у людей есть какая-то мечта, и вот люди не могут ее реализовать, и они как будто бы вот к вам обращаются, чтобы вы помогли, либо вот надеяться на вас, на вашу помощь, то есть вы что-то должны сделать для этих людей, улучшить их образ жизни, что-то у них там закончилось, какая-то сложная, трудная ситуация, и они надеются на вас, как на последнюю, я не знаю, как на последнюю помощь, не помню, какое слово хотелось сказать, вот как на последнего человека, что вот только вы можете, ну то есть последняя инстанция, вот к вам обратились, все, до этого, может быть, обращались к кому-то другому, и никто не мог, вот только вы, если не вы, то все, после этого человек как будто бы, ну, руки у него опустятся, не хочу сказать ничего хорошего, плохого, вот, но оговорка по фейту, руки опустятся, что вот только вы можете помочь, последняя надежда, вот вы как будто бы последняя надежда, кто, кто эти люди, рыцарь мечей, люди не простые, люди не простые, люди не простые по своему характеру, здесь скорее всего, то, что в их жизни произошло, произошло как будто бы по заслугам, потому что, вот, следствие того, что они здесь как будто бы накосячили, либо сделали, зависит от их характера, то ли от их халатного отношения к чему-то, то ли из-за того, что вот по рыцарю мечей, как-то знаете, здесь человек еще и сложен в том, что он может быть и не прав, но никогда не признает эту свою неправду, и вот это усложняет решение этой задачи, то есть одно дело, когда человек понимает, что где-то я накосячил, наступил на грабли, мне надо исправить, и поэтому я обращаюсь к какому-то человеку за помощью, и я знаю, что мое дело молчать, и делать то, что мне говорят, а здесь получается так, что и накосячил, и я обратился, и еще как будто бы, знаете, вот как-то вот то ли наезжает на вас, то ли что-то требует, вот, и, но из-за того, что вот вы, не знаю, то ли дали когда-то слово, то ли что-то зареклись, пообещали, вы не можете отказаться от этого человека, либо от этого дела, вы вынуждены, ну то есть для вас это тоже своего рода урок, по другим, ну прокачки своих каких-то качеств, но с этим человеком, вы знаете, вот он убежден, что вот он прав, и он не идет ни на какие компромиссы, его никого слушать не хочет, и при этом он хочет вашей помощи, то есть он так, как вы говорите, рекомендуете, он делать не хочет, и с другой стороны, и по-своему у него тоже не получается, и он не слушает вас, он не может прислушаться, он только требует, и вот здесь очень, как этот, язык заплетается, сложно коммуницировать с этим человеком, очень сложно, он не слышит, он упертый, он такой, знаете, узко, узкозрящий, он видит только то, что он хочет, и как-то вот переубедить этого человека очень сложно, и я прям не знаю, что здесь за урок такой вы проходите, но вот прям очень сложный человек, хочется сказать, а что вы тут отрабатываете, ну вот реально с таким человеком, что вы тут отрабатываете, ну вот королеву жезла вы отрабатываете, умение принимать решения, храбрость, ответственность, с другой стороны быть мягкой, но при этом уметь убеждать, то есть здесь вопросы коммуникации, вот с этим человеком, прорабатывайте вопросы коммуникации, то есть и свои границы не терять, и при этом не быть слишком эгоистичным, и вот здесь вот эта вот гибкость, мягкость ума, не характера, здесь должен быть стабильный такой характер, жесткий, непоколебимый, но при этом нужно вот как-то изворачиваться, хитрить, недоговаривать, что-то умалчивать, для того, чтобы получить то, что вам нужно, я говорю, какие-то свои качества здесь прокачиваете, еще кто тут, это вот один человек, а есть ли здесь другой человек, ну вот двойка монет, второй человек, если он и присутствует, то он такой, знаете, хочется сказать по возрасту моложе, чем вот этот, вот, причем такое ощущение, что это двое мужчин, один постарше, другой помоложе, ну он такой вот, ни вам, ни нам, нехорошее слово, как это, знаете, ни рыбы, ни мясо, какой-то такой вот бесхребетный, податливый, да, вот то, что, ну то есть нам он не столь актуален, сколько вот этот вот человек, почему, потому что он мало на что влияет в данном, в данном, в данном деле, в данной ситуации, но вы имеете главенствующую роль, однозначно, потому что вы королева, а он рыцарь, а это вообще как-то в роли пажа, может быть, что-то такое мелкое, может быть, и есть какая-то родственная связь, не знаю, как дядя и племянник, что-то такое, ну то есть, один мужчина постарше, другой помолодше, но опять же таки, вот в этом тоже, да, знаете, вот в этой двойственности, в этом мягком человеке тоже есть свои уроки для вас, да, то есть вот как будто бы вы смотрите со стороны на этого человека и видите, насколько неопределенность, да, насколько отсутствие собственных, здесь какая-то противоречия, здесь отсутствие принципов, а здесь слишком принципиальный человек, то есть вы как будто, вы знаете, две крайности, вот вам показывают, что вы нашли золотую середину, то есть вы здесь прокачиваете какие-то свои моменты, насколько плохо быть беспринципным и насколько быть слишком принципиальным, вот как найти эту золотую середину и то и другое, не есть хорошо, вот что-то такое. Удастся ли вам выплатить этот урок, мне просто интересно, десятка кубков, такое ощущение, что вот как будто бы к концу вашего воплощения, да, что-то здесь такое, как, знаете, когда смерть разлучит вас, вот как-то так хочется сказать, либо вот, как это, пока душа не покинет вас, да, то есть когда мы говорим, вот всю душу вымотал уже, да, ничего не осталось, либо тогда, когда вы как-то вот отпустите, вот что-то нужно здесь отпустить, да, какой-то вот такой, знаете, что это вот безысходная ситуация, я никак не могу на нее повлиять, вот никак. Тогда, здесь потому что, может быть еще, знаете, такие моменты, что, как будто вот, мне хочется сказать, что здесь присутствует в этой ситуации какая-то борьба, и поэтому вот это вот принятие и отпускание, оно важно, то есть здесь вот вам нужно что-то принять из этой ситуации, не человека, да, то есть здесь вообще не про личность, уроки всегда, они, как правило, не про, как это, не на личном фоне, а скорее всего, косвенно через качество, через свойства других людей, да, то есть мы на личности не переходим, здесь вообще не о личностях, а о том, что они как архетипы отображают в нашей жизни, вот здесь ощущение того, что какая-то борьба, и нужно что-то принять, не надо бороться, надо наоборот отпустить, не надо сопротивляться, да, сказал, не надо сопротивляться, вот вам и карта, пятерка жезла, борьба, борьба за что-то, в данном случае за один мяч, не надо, вам как будто бы вас здесь учат не бороться, но опять-таки, видите, вот эта вот пассивность, да, по двойке, это когда, ну ладно, да, ну пускай будет, это тоже не принятие, принятие, это когда есть осознание и понимание ситуации, когда ты понимаешь, что ты проходишь какой-то урок, для чего тебе это надо, когда ты возвышаешься на ситуации и видишь ее сверху, ты понимаешь в позиции наблюдателя, что главные герои, хотят тебе показать, когда ты понимаешь, вот глядя сверху на эту ситуацию, у тебя складывается пазл, и тебе проще принять, ты понимаешь, что вот, допустим, вот эти ограничения, эти решения, эти страдания, они для того, чтобы я вот это, вот это понял, и вот над этим поработал, над этими качествами, и когда вы это понимаете, вам принять уже ситуацию проще, То есть когда вы понимаете, что этот человек показывает вам, возможно, отображает слишком вашу принципиальность в чем-то, либо узколобость, либо слишком чрезмерную какую-то целенаправленность, одержимость, когда он отображает вот эти вот качества, и вы понимаете, что они не есть хорошо, потому что это крайность, это противоположность вот этому. И ваша задача найти золотую середину, тогда вы уже перестаете бороться с человеком как с личностью, вы принимаете его, но не потому что сдаетесь, а потому что понимаете замысел, потому что понимаете смысл того, что происходит. И вам проще принять эту ситуацию и человека, и тогда вы отпускаете, то есть вы перестаете бороться, потому что к вам приходит понимание, к вам приходит осознание, и тогда ситуация разрешается. Понимаете, здесь что-то такое показано. Так, это была у нас третья позиция, благодарю всех за внимание, напоминаю, что на выходные я провожу поток лиц-консультаций, вы также можете прийти на личную консультацию, вся информация о личной консультации, о курсах обучения Таро, курс Древа Жизни, мои контакты, почта и телеграм-канал, есть по ссылке мои услуги. Также под этим роликом вы увидите ссылку на мой второй канал, можете переходить и смотреть, там тоже расклады, не забывайте ставить лайки, комментировать, да, кто не подписан, подписывайтесь, вот все, что в принципе необходимо, это важно, для того, чтобы каналы существовали, для того, чтобы у них были просмотры, для того, чтобы их рекомендовали, для того, чтобы люди видели и узнавали. Поэтому ваша активность, она способствует и помогает этому продвижению. Я с вами прощаюсь, хочу пожелать всем отличной недели, приятных, теплых выходных, побольше хороших новостей, открытых дорог, радости, счастья, любви. Всем пока-пока!